Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает в Ападом. Сегодня речь пойдет о Мауре Куннасе, его прекрасную собачью Калевау я вам уже рассказывал. Это не просто такое комиксовое изложение знаменитого эпоса, да? Это действительно потрясающее произведение, полное невероятных названий, ни одно из которых я не рискну процитировать на память, потому что язык сломаешь, мозг вывихнешь. Это действительно труднопроизносимые для русского уха имена, а у меня тем более такая беда с ударением и традиционная. Но есть книжка для тех, кто помладше, и книжка сюжетно попроще. Если вы сразу так боитесь у Мауре Куннаса взять эту Калеву, то берите обязательно домовых. Домовые требуется, книга обязательная для прочтения со всеми детьми. Это прекрасные, душевные, обстоятельные, полные деревенских подробностей. Каждую из деталек приходится объяснять ребенку, потому что он не знает, что такое авин. И что такое хлеб, догадывается с большим трудом. Что это не хлеб, приходится отдельно оговаривать, потому что не четко прочитал, и сюжет уже потерялся. Он не понимает, зачем нужна мельница, потому что, в принципе, как известно, хлеб появляется на полках супермаркета. Так далее. Современный ребенок много чего не понимает. Ему надо объяснять. Прекрасный совершенно повод поговорить. Это сказки. Сказки о домовых. Но еще более полезно в этой книге то, что домовые, которые здесь нарисованы, они очень живые. Они очень биографически точные. Но какая может быть биография у домового? Какая огромная. И внешний вид у них очень разный. Но у Мауре Куннаса домовые бывают разные. Это и наши... Ну, я буду пользоваться российской технологией, да, русской. Это и банник, и овинник, и, значит, полевой, и домовой, который живет в конюшне, конюшенной, да. Ему еще газету кверху ногами вешают, если шалит сильно. Потому что тогда домовому надо повешать газету, причем обязательно кверху ногами. Он, значит, увидит этот текст перевернутый, да, и впадет в оторок, да, и будет заниматься тем, чтобы долго разглядывать этот текст, вот, значит, по народному поверью. И так далее. Ну, вот, а у Куннаса речь идет как раз о тех вещах, о тех временах, когда еще знаменитый Йолопуки, это Дед Мороз финский, да, но он еще не родился даже. Вот. Домовые живут много сотен лет. Они очень древние существа. Они обитают рядом с людьми давно, и они наши помощники и защитники. Ну, причем помощь иногда бывает странная, а защита иногда бывает излишняя. Но это уж как повезет. Домового легко обидеть. Вот, например, одна из сказок, она прекрасный совершенно сюжет. Молодой хозяин ни во что не верит, все ему, сам черт не брат. Ну, значит, он, значит, старуха отбирает миску каши и говорит, что не надо больше каждую неделю выкидывать целую тарелку вкусной каши. Вот не надо этого больше делать. За вином, чтобы тарелку больше не ставить. Сам отнесет, носит эту кашу, вываливает его на землю, а туда грязную воду, значит, набирает. Вот. Ну, и сел подглядывать, как придет какой-нибудь местный нищий, которого, по его мнению, подкармливает, на самом деле, старуха. Вот. Ну, приходит там какой-то седобородый старичок, посмотрел на эту воду, стал страшно недоволен. И, в общем-то, вин сгорел после этого. Ну, так замечательно. Мне очень понравилось продолжение этой сказки, точнее, завершение. Через несколько лет домовой отошел душой. Ему теперь молодой хозяин за вин каждый день, в смысле, каждую неделю по субботам, по субботам строго, носил эту миску, значит, ставил, да, и домовой туда приходил. Значит, прошло несколько лет, и домовой отошел, значит, и больше уже не сердился. Ничего себе. То есть, это как бы, на самом деле, лучше-то не ссориться вот в этих сказках, тонко-тонко, но проходит красная нитка, и все-таки мысль о том, что с этими силами лучше не ссориться. Я держу открытым этот разворот, потому что здесь прекрасные портретные галереи, разные виды домовых. Они бывают абсолютно непохожими друг на друга, и одеваются они по-разному, и повадки у них разные. Бывают даже одноглазые, у которых глаз размером с чайное блюдце, и любят они, значит, сидеть, дыгнить, значит, прищуривший этот гигантский глаз возле печечки, да. Вот. Домовые, на самом деле, довольно проказливые. Вот. Не все из них они такие прекрасные, милые существа в красном колпачке, да. Вот, допустим, домовой, который играл на скрипочке, да так хорошо, что хозяин чуть с ума не сошел, вот, вместе со всем семейством. Вот. Домовой по прозвищу Обжора с чердака, которому из-за нерадивой работницы, которая пожалела свежий каравай, значит, досталась вся выпечка этого дня, да. И так далее. У них у всех разные имена, разные истории, здесь есть сказки смешные, допустим, есть замечательная сказка, как появилось 100 тысяч жилетных пуговиц в доме, да. Ну, вот, зачем, кому бы это понадобилось, прочитайте сами. Потрясающая совершенно история. Вот. На самом деле, есть истории со счастливым концом, а есть истории откровенно смешные. Вот, овинник и пуговицы, это как раз по пуговице. А есть истории откровенно смешные. Допустим, домовые очень заботятся о своих хозяевах. Они не только следят за тем, чтобы зерно не гнило, мышами сильно не уничтожалось, не прорастало, там, так далее, вот, чтобы строения не горели, там, звери не шастали, там, все. Вот. Они еще и запасы пополняют. Как вы думаете, откуда они берут пополнение для запасов хозяина? Дровишки там, зерно, мука, правильно догадались? В соседнем доме, в соседнем овине. И вот однажды два таких рачительных домовых встретились на мосту. Один пополнял запасы дровами, у него был полный, значит, подол дров, а другой в рукавах по мешочке с мукой нес. Вот. Естественно, шли они в свои собственные овины и дома, возвращались вот от соседей и встретились. И тут, значит, случилось так, что увидели они, что они несут. И получилась у них довольно большая драка по этому поводу. Больше они уже запасы своих хозяев, да, значит, владельцев домов, где они жили, больше они уже не пополняли таким образом. Он же действительно откуда им брать, да? То есть, замечательно, он заботится, конечно, о своем, о человеке, да. Вот. Здесь есть также и другие звери, и разные домашние животные, и медведи среди героев. Но самое главное у Маури Кануса, то, что он очень здорово видит то, что описывает. Он настолько здорово все это нарисовал. С одной стороны, как-то мультяшно, да, вот это вот, вроде простенько, да. А когда всматриваешься, когда листаешь себе онком книгу, ты видишь, как это образно, как это емко, сколько всего помещается на картинке, сколько, как это достоверно, да, несмотря на то, что это абсолютно мультяшные места. Вот. И предметы, и одеяния, и выражение лиц. Вот. Это все из-за того, что очень точно он следует народным фольклорным традициям, и очень много черпает из того бездонного колодца народной культуры, из которого черпать и черпать, что называется. Каждый, кто умеет понимать и ценить красоту вот этих преданий, кто умеет со смыслом их пересказывать, перерисовывать, кто умеет действительно обращать на них внимание и верить в то, во что стоит верить, да, относиться к ним с большим доверием, с большим уважением, каждый обязательно получит свою долю художественного эффекта, свой приз, свою награду, да. В частности, читательскую любовь. Вот. Потому что то, что делает этот художник, это не так-то просто сделать. Домовые у него живые, разные, иногда веселые, иногда грустные, иногда проказливые, да. И ты абсолютно точно веришь в то, что рассказано. Что, собственно, и требовалось. Вот. Я думаю, что домовые в подарок художнику должны как минимум хорошо проставиться. Я уверен, что так и произошло. Вот. Маури Команас, он многое сделал для этих маленьких существ. Вот. Такие вот домовые издательства «Речь». Читайте, наслаждайтесь. Прекрасные совершенно сказочные истории для фольклора, который, в общем-то, общий. И русские народные, и финские, и шведские, да. То есть, эти сказочные существа, они местами очень похожи. Во всяком случае, повадками. Живут они рядом с нами. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.